Серия Вудэксперт. Косметические карандаши высшего качества. Коллаборация Фаберлик и Фаберкастел. Фаберкастел – компания из Германии с мировым именем. 75% натуральных ингредиентов подходит для веганов и не тестируется на животных. В составе масла жужаба и витамин Е. Сделано в Бразилии. Ну что, будем открывать? Юль, привет. Привет. Я тебя считаю в нашем городе самым уникальным специалистом по макияжу. Я пришла к тебе с новинкой. У нас компания вышла из стелек карандашей. Я хотела, чтобы ты как специалист оценила. Посмотри, в какой они упаковке. Как это все делал в этом каталоге, кстати. Интересно реально твое мнение. Ну, во-первых, хочу сказать, что мне нравится, что карандаш в коробке. Потому что очень часто это все продается вот в таком вот виде. И при транспортировке или когда это все лежит в магазине, они могут открыться, да, там что-то может попасть. Он запечатал. Да, он запечатал. Это важно. Я, честно сказать, уже открыла. Не удержалась. Да, посмотрела. Понимаю. Так, мне нравится однозначно, что здесь написано, что для чего. Это круто, да. То есть каждому человеку это доступно, будь то профессионал или просто девушка. Вы можете прочитать, да. Допустим, я схватила первый попавшийся Face Pencil. Да, то есть это карандаш для лица. И по всей видимости это консилер, какое-то маскировочное средство. Вот. Либо это можно использовать в том числе и как скульптор. И сразу хочу сказать, я не удержалась, я сразу это, конечно же, нанесла. Консистенция очень нежная, маслянистая. Цвет правильный, потому что он без желтого оттенка, да. Если посмотреть, он такой имитацией цвета тени на коже. То есть, в принципе, это круто, это допустимо. Вот. И за счет того, что он такой нежный, маслянистый, его будет удобно тушевать и пальцами, и кисточкой. Это круто. 65, 58, смотри. Он двухцветный. Двухцветный, да, совершенно верно. Да, контур и консилер, она все знает. Конечно. Я тут все написано, она не читала, а уже все знает. А потому что визажистам, им нужно взять просто продукт, и он, собственно, может все про него уже узнать. Смотрим консилер. Консилер тоже очень нежный. Очень круто будет такая текстура на сухой коже, потому что он с таким легким естественным сиянием, свечением, круто, я думаю, будет использовать под глаза для того, чтобы замаскировать среды усталости, как у нас это принято называть. В общем, здесь зачет. Слушай, а вот вообще, когда я их открыла, мне показала, что они какие-то прям очень легкие. Это вообще, кстати, я тоже отметила... Как будто воздушное дерево какое-то. То, что вообще приятно, что это такое дерево, и его видно, да? То есть сами карандаши здесь ничем не закрашены, это просто дерево. Это тоже приятно. Честно, я еще понюхала. Упал, например, дерево. Дерево, да. Да, да. Очень так приятно. Вообще, упаковка классная, мне нравится. И они все двусторонние получаются? Да, они получаются все двусторонние. Мы у нас сейчас с тобой, мы для глаз уже... Айлайдер. Аня все знает, а мне это надо прочитать. А здесь еще такая интересная фраза, написано, matte and shine. То есть он где-то матовый, а где-то сияние. Вот сейчас посмотрим. Это матовый. Такой нежно-фисташковый цвет. Он уже более упругий, нежели консилер. Вот круто, что не из одной явно это бочки. Да, матовый, да. То есть это у нас идет прямо для глаз. А вот у нас с легкими частичками сияющими. Да, не обманули, не обманули. Так и есть. Один с небольшими золотистыми частичками в составе. И более светлый, такой зелененький. Он абсолютно матовый. И они достаточно хорошо тушуются. Не могу назвать их сухими, но в принципе для глаз карандаш не должен быть слишком сухим. Иначе будет неудобно его наносить. 8,8,6,4. Вот это. Первомутровый, светлый, серый и матовый мятный. Вот это надо показать. Очень красивое сочетание. Я так хочу, ты мне так сделаешь? Сделала, конечно. Ведь мы карандашами как-нибудь я придумала. Но сразу хочу сказать, что карандаш как самостоятельный продукт, конечно же, не используется. Любой карандаш, так как текстура кремовая, пластичная, его нужно обязательно зафиксировать. То есть если это консилер, то небольшое количество пудры. Небольшой ключевой момент. А если это карандаш для глаз, то это тени. Поверху обязательно нужна фиксация. Хочу для губ. Так, здесь уже односторонний, огромный, просто он, мне кажется, гигантский. У нас разная с 41,7. Я не знаю, где ты это смотришь. Вот, вот, вот. А, слушай, у меня одинаковая с 41,7. Я посмотрю пока какой-то цвет. А я сразу же буду наносить. 41. О, какой он нежный. Это карандаш-помада. Это не просто сухой вот этот карандаш, который мы привыкли рисовать. Который мы привыкли рисовать контур. Вот, это нежнейшая прям текстура, очень приятная. Вот, прям помада. Вежимый губик называется. Опять же, что удобно, вы можете и контур сделать, и заполнить, затушевать на губы. То есть не надо два продукта с собой таскать. Вот, достаточно плотная текстура, яркий, насыщенный пигмент. Приятный глянец такой. Особо никуда его не проваливается. Мне нравится. И, в принципе, у нас можно даже такой сделать тест на чувствительность. Берем сухую салфеточку. Я так люблю тестировать вообще карандаши. И трем, сотрется ли она полностью. Она дастерется. Полностью она не стерлась. Это значит то, что даже когда у вас помада простоит на губах там 4-5 часов, она останется все равно. То есть какой-то оттенок, контур будет. Это круто. То есть это и не стойкая помада, но при этом она устойчивая. Это круто. Правда? Да. Здесь более розоватый. Более розоватый цвет. Да, они вообще всего двух видов получается. Вот этот контуринг и консилер. Здесь чуть-чуть понасыщеннее оттенок скульптора. И чуть порозовее. Более даже персиковый консилер. Вот. Это подойдет для тем, у кого более ярко выраженные синячки. То есть такая вот эта розовинка, она будет более глубоко маскировать, скажем так. Вот. Мне нравится. Конечно же, хотела, чтобы ты еще посмотрела черный. Потому что черный, как я понимаю, это вообще... Да. Черный и коричневый цвет. Это черный, такой плотный, насыщенный цвет. Посмотрим, как тянется, тушуется. Я всегда пальчиками пробую для начала. Очень хорошо растягивается в градиент. Видите, прям такой красивый получился. Даже на руке, даже пальцем. Да, это очень важно, потому что любой макияж – это переход из тени в свет через полутень. Поэтому надо всегда смотреть, как он тушуется. Потому что есть карандаши, которые вы нанесли, пытаетесь его растянуть, а уже все. То есть, если вы где-то накосячили, вы это уже не исправите, да? Здесь, в принципе, все хорошо. И он достаточно быстро фиксируется. То есть, вот он уже у меня подсох. На пальчике не остается. И сейчас посмотрим, как он вообще на размазывание. Ну, он тушуется, но не размазывается. Это хорошо. Коричневый. Коричневый у нас с глиттером, то есть сиянием. Прикольно. Тоже можно делать какие-то акценты. Допустим, положить его во внутренний уголок глаза или на нижнее веко подсветить. Очень красивый цвет. И думаю, тоже подойдет круто. Видите, как он сияет. Как подложка под макияж. Слушай, ну, вообще здесь продумано, да? Уже, в принципе, достаточно, да? Сочетания. Да. Для какого-то макияжа, для какой-то идеи. Прикольно, мне нравится. Ну, вот прям честно-честно. Мне нравятся. Клевые вообще. Я однозначно посоветовала бы такие карандаши своим клиентам. На курсе макияжа для себя. Для себя вообще шикарные. Сама бы стала пользоваться, да? Ну, сана вообще получается 499 рублей за карандаш. Более чем доступно. Ну, по сути, не за один, а даже за два. А, по сути, да. За два карандаша. Я, кстати, хочу отметить, что я вообще противник ультра-дорогих карандашей. Не кидайте в меня, пожалуйста, пухлыми и помидорами. Я даже это объясню. Не знаю, с чем это связано, но бюджетные карандаши, такие как La Cordia, наверное, неэтично, да, сейчас рассказать про бренды? Нет, это вообще нормально. Нормально, нормально. Cascade of Colors, допустим, вот подороже карандаши. Единственное, что мне зашли, это MAC. Вот, но чтобы вы понимали, карандаш MAC – это 2000, да? Чисто карандаш. Сейчас, возможно, еще дороже. Все, что касается люкса, мне не зашло. Они все… Какой может быть косяк с карандашом? Он ломается, да? То есть вы его точите и не можете точить, потому что он вообще весь остался у вас в точилке. Вот, он растекается, он слишком пластилиновый. То есть вы им рисуете, а у вас прям комки остаются. Да, да, были такие случаи. Бывают вообще не пигментированные карандаши. То есть вы покупаете карандаш для губ в надежде нарисовать красивый контур, а он вообще абсолютно ничего не дает. То есть вообще, да, вы наносите, и как будто ничего и не красили. Ну, и плюс, что у греха таить, все равно компания Коберлик, российская компания, хотя производство в Бразилии, а сделано совместно с Германией. Ну, и многие эти бренды уходят из нашей страны, и, наверное, ценник там, как мы уже говорили, космический. Да. Юль, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Пожалуйста. Ну, и тебе честно понравились наши карандаши. Да, мне честно понравились карандаши, и я очень их себе теперь хочу. Можно я тебе их все подарю? Короче, пробовать будем вместе. Да, обязательно придумаем макияж. Да. Может быть, уже скоро. И потестим. Спасибо тебе огромное за отзыв. Дарю тебе все карандаши. Спасибо. Класс. И буду рада, что ты будешь ими пользоваться. А я еще сделаю вообще финт ушами. Заткни уши. Я нанесу их и протестую на стойкость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.